Ты благо, Аллилуйя Ты благо, Аллилуйя Ты благо, Аллилуйя Ты благо, Будем петь вместе Ты благо, Аллилуйя Ты благо, Иисус Ты благо, Аллилуйя Ты благо, Ты благо Ты благо, Аллилуйя 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 Мы сегодня славим благого Господа, благословенное имя Его, благ наш Господь, ласом радости воскритней. Хей, 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 благословенный Бог, ты благо, ты благо, Аллилуйя, ты благо, поднимем сегодня руки свои к небесам, ты благо, Аллилуйя, ты благо, ты благо, ты благо, мы восхищаем Тобой наш Бог, ты благо, о Иисус наш, ты благо, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, ты благо, ты благо, воскритней сегодня, благому Богу воздай славу, благ, благ, благ наш Господь, Аллилуйя. Аллилуйя, народ Божий, воздайте Господу славу. Аллилуйя. Я приветствую каждого здесь стоящего, каждого члена церкви, я приветствую каждого, кто пришел к нам сегодня в первый раз, я приветствую наших гостей, я приветствую также всех тех, кто смотрит сегодня онлайн нас, и тех, кто пришел к нам в первый раз, или гости с другой церкви, я хотел бы увидеть ваши руки, чтобы мы могли поприветствовать вас. Аллилуйя, Аллилуйя. Добрый день, народ Божий. Перед тем, как будет происходить служение, я хотел бы каждого из вас, у кого еще остался включен мобильный телефон, чтобы мы могли его выключить, для того, чтобы он не мешал нам принимать Слово Божье и встречаться с Господом Богом. Я хотел бы зачитать вам Слово перед тем, как мы начнем наше служение. Это 1 Петра, 2 глава, мы все прекрасно знаем этот стих. Здесь написано, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Я хотел бы, чтобы каждый из вас задумался над этими словами и понял, «Ты избран Богом, Ты царственное священство, Ты именно тот народ, который взятый в удел, чтобы провозглашать Слово Божье, Ты тот, которого избрал Бог». И вы знаете, совсем недавно я услышал фразу от людей, которые ходят в церковь. Они сказали, «Я такой, как все, я серый, во мне ничего такого нету. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, вы Божье творение». Вы те люди, которых создал Бог, вы те люди, которые наполнены красками Святого Духа, вы те люди, над которым трудился Господь Бог, тот, кого создал Бог. Ваша яркость, яркость тех красок, которыми писал ваш Бог, зависит от того, насколько вы ходите во славе Божьей, во свете Божьем. Поэтому давайте прославим Бога за то, что Он создал нас такими прекрасными, яркими, благословенными, народом избранным, царственным священством. Он избрал нас именно такими. И в этой молитме призовем Господа Бога. Призовем для того, чтобы Он был с нами. Аллилуйя, Святый Божий! Слава Тебе, честь и хвала, и да будет благословено имя Твое Господне. Мы молимы Тебе и просимы во имя Иисуса Христа, восядь на трону славы и хвали, которые отдают Тебе наши сердца. Мы молимы и просимы Тебе, Господь Бог, прийти до каждого из нас и торкнись нашего сердца. Наповни нас, Господь Бог, Твоими яскравими фарбами, Твоим святым духом, Господь Бог, и Твоим Божим святлом. Відкрий наши сердца, а Ви очи, и дозволь нам почути той нижний голос, который Ты скажешь сегодня каждому для нас. Відкрий наши в ухах, Господь Бог, відкрий наши сердца и увейди туда. Будь с нами. А мы дякуем Тебе, Господь Бог, за то, что Ты называешь нас своими детьми, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты выбрал нас и благословил. И отдаемо Тебе всю честь, славу и хвалу, ныне и по веки, во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Будем славить нашего Бога. Благо ей славит нашего Господа. Благо наш Бог. И сегодня вспомни о всех милостях Его, о всех благословениях Твоей жизни. Слав всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Слав своего Бога. Аллилуйя. Будем славить. Каждый день на устав молит, это сладкое имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь Его я при вас ношу. Мое сердце поет, поет о Тебе Иисус. Мое сердце поет о Нем. О Спасителе Дина Мое. Только Он мне дает покой, Его имя всегда со мной. Всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, Я буду плови Сея Боделла. Я буду плечиму, Аллилуйя. Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду плови Сея Боделла. Я буду плечиму, Аллилуйя. Аллилуйя. Ты достоин И когда солнце свет горит Закрывается землю теплом В моем сердце опять звучит Иисусу Царю 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 я буду помнить, я буду петь ему, Аллилуйя! 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 Ты, Господь, ты точно напомнил нашу жизнь, О, Иисус! Славлю тебя! Славлю тебя! Аллилуйя! Тебе! Аллилуйя! 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 Аллилуйя Тебе Аллилуйя Аллилуйя Нашему Богу Аллилуйя В Его Церкви Аллилуйя Иисусу Христу Аллилуйя Мы так радуемся Мы так славим Господа Потому что мы знаем Только в Нем мы живем Сегодня и сейчас провозгласи Я буду жить всегда Иисус в Тебе я живу Да, Церковь будем славить Будем ликовать дальше При царём царей Субтитры сделал DimaTorzok Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе воля моя Буду вечно прославлять, скажи Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе воля моя Буду вечно прославлять Ли, 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 лид... Ли, лид... Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе воля моя Буду вечно правослушать Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе воля моя Буду вечно правослушать Аллилуйя Плавим тебя Благодарим тебя Рукоплещем нашему Богу Плавим тебя И еще раз За свой Бог Буду славить Господа В сердце о моем всегда Поспою ему хвалу За счастливую судьбу Скажи Буду славить Господа В сердце о моем всегда Поспою ему хвалу За счастливую судьбу Буду славить Господа В сердце о моем всегда Поспою ему хвалу За счастливую судьбу Буду славить Господа В сердце о моем всегда Поспою ему хвалу За счастливую судьбу Ой, 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 ой Достой и ты! Мы славим славим! Мы птичьи славим! Аллилуйя! Достой и ты, Господь! Достой и ты, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Сергей, влекуй в нашем Боге! Благое славить Иисуса! Мы наполняемся особой радостью! Потому что в Иисусе все есть истина! В тебе, Господь, истинный мир! В тебе истинная радость! Истинное счастье! Иисус, все, что имеем мы в нашей жизни – это Твое! Это благодаря Тебе! Это царство Твоей славы! И мы пришли сегодня, как церковь, как Твои дети, и Твой престол Вновь и вновь превосгласить! Свят! Свят! Свят, Господь! Свят! Это царство Твоей славы! Царство милости Твое! Здесь я чувствую, как сила, А пока наполняешь меня! Это царство Твоей славы! Царство милости Твоей! Здесь я чувствую, как сила, Прикасаешься ко мне! … На… 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 Это царство Твоей славы! Царство милости Твоей! Здесь я чувствую, как силой Прикасаешься ко мне Скажи, это царство твоей славы Царство милости твоей Здесь я чувствую, как силой Прикасаешься ко мне Свято, 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 свято Свято, свято, свято Иисус, ты свято, Господь, вот мы пришли Такие, как мы есть, пред твой престол Вместе с небесами мы хотим вновь и вновь Провозгласить свято, 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 Господь Аминь У престола твои славы Славят множество святых И как гром и шум от многих Здесь я слышу пение их У престола твоей славы Славят множество святых И как гром и шум от многих Здесь я слышу пение их На-на-на 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 Мы воспеваем тебя, Иисус На-на-на Мы поклоняемся тебе На-на-на Мы восхваляем тебя И вместе на небесах На-на-на И вместе с ангелами На-на-на Мы провозглашаем нас свят Святый Господь с его Здесь стоит принять славу и честь На-на-на Достоин 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 Святой, святой! Дорогой наш Господь Иисус, сегодня мы, как Твоя церковь, как Твой народ, святим и чтим Твое имя. Мы хвалимся Твоим именем. Нету другого имени под небом, которым бы мы хвалились. В Твоем имени, Господь, благодать спасительная для всех человеков, для каждого из нас. Господь, все, кто на этом месте, мы нужны Тебе, мы Твои дети. Ты пришел отдать себя в жертву за нас. Господь Иисус, самое невзрачное, но ценное в Твоих глазах. Когда Ты висел на кресте за нас, Ты смотрел глазами веры, Господь, и Ты видел потомство долговечное. И когда мы жили еще в грехах наших, Ты возлюбил нас, Спаситель, и Ты, пра, стерк нам свое благоволение. Ты позвал нас за собой, мы пошли за Тобой. Дорогой Господь Иисус Христос, мы бы никогда Тебя не выбрали, если бы Ты не избрал нас. Но Ты послал Свою благодать и коснулся наших сердец. Ты позвал нас за собой, и мы пошли, Господь. И сегодня, Агнец Божий, воскресший Божий Сын, Ты пребываешь на небесах рядом с Отцом, и Ты ходатайствуешь за нас. Не переставая ходатайствуешь за нас. Господь сегодня небеса преклоняются перед Тобою. Они поют новую песнь, говоря, Свят, 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 Господь Вседержитель, Который был и есть, и вновь грядешь. Все небеса поют славу Агнусу Божьему, который был захлан за грехи всего мира и за наши грехи. Мы сегодня святим и чтим Тебя, Иисус Христос, Божий Сын. Мы благодарны Тебя за Твою жертву. Мы знаем, что мы искуплены только Тобою. Никто бы не смог искупить нас, никто бы не смог спасти нас. Но Ты пришел на эту землю и спас нас. Господь отвратился от Своей славы и принял образ раба, чтобы пойти на крест, как разбойник. Ты искупил нас, Господь, и Твоя святая гроба – это плата за наши грехи, за наши беззакония. Ты очистил нас, Ты омыл нас, и теперь мы Твои дети. Мы Тебя благословляем, Ты достойный. Единый Божий Сын, Ты достойный. Божий Артис, Ты достойный. Ты превознесенный. Достойный. О Иисус, примем нас. Достойный. Достойный. Примей всю славу. Достойный. 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 Ты святой Бог. Святой, 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 святой. а господь что ты имеешь то сам даешь нам господь ты святой и сегодня ты наполняешь нас обновляешь нас наш дух господь научи нас сегодня очисти нас сегодня мы просим утешь нас сегодня исцели нас сегодня господь благой мы благоговение перед тобой мы пришли чтобы научиться твоим путям и твоим стезям мы благоговеем перед твоим присутствием господь дух святой пусть сегодня образ иисуса он Он будет реальный для каждого человека. Господь, веди нас и направляй нас. И да исполнится Твоя воля на этом месте. Благая, угодная и совершенная. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Богу. Великому, чудесному, живому Богу. Он есть Бог всей жизни нашей. Он есть свет наш. Он есть путь наш. Вся слава Ему. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Есть люди, которые стоят буквально несколько мгновений. Вы видите свободные места. Присаживайтесь, пожалуйста. Я рада приветствовать каждого из вас, дорогие братья и сестры. У нас был целый месяц. Это была серия проповедь для детей, подростков, молодежи. Мы касались тех тем, которые необходимы им. И сегодня моя тема, она также будет называться «Путевка в жизнь». Путевка в жизнь. И это будет проповедь не только для молодых людей. Я верю, что это послужит многим людям. Братья и сестры, я хочу начать с утверждения очень важного. С Богом я могу правильно строить свою жизнь. Вы можете сказать на это «Аминь»? С Богом я могу правильно строить свою жизнь. Я не приду в вашу жизнь и не буду строить вашу жизнь. Знаете, что сделал Господь? Он дал мне власть быть хозяином своей жизни. Он дал мне эту власть. Никто другой и ничто другое, оно не является хозяином моей жизни. Я не хочу ни от кого, ни от чего зависеть. Я хочу с Богом строить свою жизнь. Я хочу принимать правильные решения. И тогда будут правильные последствия. И тогда будет правильная благословенная жизнь. И я хочу, чтобы вы могли сегодня посмотреть на три важных решения, которые влияют на многое. Как важно, чтобы мы научились принимать правильные решения. Потому что отвечать за свои решения буду именно я. И поэтому первое решение, от которых зависит много. Откройте вместе со мной Матфея 7 глава. Мы прочитаем с 1 по 5 стих. И это решение звучит так. «Не вини других» или «Не винить других». Я принимаю решение не винить других. У нас есть склонность, братья и сёстры, в своих бедах, в своих неудачах, в своих трудностях винить других людей. И смотрите, что об этом говорит Библия, зная, что мы склонны к этому. Читаем 7 глава с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоём глазу бревно?» Лицемер. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Знаете, о чём здесь говорится? Насколько опасно, когда мы становимся судьями, а тем более палачами. Все люди имеют недостатки и слабости, и мы в том числе. Вы согласны со мной, братья и сёстры? И как я хочу, что, когда я ошибаюсь, чтобы ко мне проявили милость и снисхождение. Но очень часто по отношению к другим людям мы желаем справедливости. Бог говорит, что только Он судья праведный. Он не обвиняет нас. Иисус Христос заявил о себе. «Я пришёл не для того, чтобы погубить грешников, обвинить грешников. Я пришёл, чтобы их спасти». Этот дьявол назван обвинителем братьев. А Бог, Он судья праведный. Поверьте, только Бог святой знает, почему этот человек поступает именно так. Мы этого не видим и не понимаем, поэтому судим людей. А Бог знает, почему человек так поступает. Он видит человеческое сердце. И поэтому Он говорит, «Не суди, отдай весь суд мне. Я судья праведный». Знаете, о чём ещё говорит мне это местописание? Человек, который постоянно обвиняет других людей, на самом деле намного хуже их. Почему? Потому что для чистых всё чисто. А для нечистого нет ничего чистого. Но осквернены и ум, и совесть. То есть есть такие люди, которые, ну куда бы их ни помести, могут люди поменяться, окружение их, но они всё равно будут продолжать обвинять. Почему? Потому что это их взгляд на жизнь. Это, знаете, как очки одеты с кривыми зеркалами. И они всё видят именно в таком свете. Поэтому это зависит не от людей, а это зависит от меня. От меня. Я когда-то услышала одно выражение, которое очень сильно мне послужило. Оно звучит так. «Обвиняя других людей, я даю им власть над собою». «Обвиняя других людей, я даю им власть над ситуацией». И знаете, что в результате? Ничего не поменяется к лучшему. Почему? А я не имею способности поменять другого человека, только самого себя. И когда я говорю, это не я, это он, всё, полный тупик, ничего не изменится к лучшему. Я вам приведу пример, чтобы вам было понятно. К примеру, я могу кому-то поручить какое-то дело. Любое дело. Давайте возьмём пример. Я пастор потока, и я поручаю кому-то начать служение или закончить служение. Человек делает это плохо. И я могу сказать, а я здесь ни при чём, это он виноват. Что в результате? Ничего, тупик, всё будет повторяться точно так же. Почему? Человек ничего не понял, и он вновь повторяет те же самые ошибки. Но если я по-другому посмотрю на эту ситуацию и скажу, а может быть, я ему плохо объяснила? Может быть, лучше стоит объяснить? И я думаю, ты сделал это и это, вот можно исправить в этом и в этом. Может быть, я тебе тогда не объяснила, так вот я тебе сейчас объясняю. И я ему более детально это разжёвываю. Человек понял, смотришь, уже по-другому он это делает. Он совершенствуется, он становится лучше. Если бы я его просто обвиняла, а сама говорила, я здесь ни при чём, ничего бы не изменилось. А в таком случае меняется. Давайте возьмём пример семьи. В семье это бывает очень часто. Кто-то кого-то винит. Ты виноват, ты виновата. И в результате полный тупик, ничего не меняется к лучшему. А вот если бы подумать с другой стороны, а может быть, я своими словами или своими поступками провоцирую человека? Может быть, какие-то мои слова или поступки, они как красная тряпка для быка, и человек на этом спотыкается. А если я возьму, изменю эти слова или поступки, то знаете, что в результате ситуация изменится к лучшему? Не обвиняя кого-то, а посмотрю на себя и что-то изменю в себе. В результате ситуация изменится к лучшему. Знаете, где ещё это видно? Сейчас это бывает очень часто. Люди обвиняют государство и говорят, в нашем государстве нормально жить нельзя. Всё, тупик, точка. Нормально жить нельзя. Я не могу здесь найти нормальную работу, я не могу здесь ничего приобрести, потому что государство у нас такое. Скажите, какой выход? Ведь я как человек не могу изменить государство или его политику. Но знаете, кого я могу изменить? Себя. И я знаю множество людей в нашей церкви, которые имеют средний достаток, но тем не менее они с Божьей помощью смогли приобрести себе квартиру или машину, или что им нужно. Знаете, почему? Потому что они не сказали, нет, здесь так невозможно, у меня ничего не получится. Они пробовали, они смотрели на себя, что они могут сделать, и с Божьей помощью у них получалось. Я вам приведу пример. У нашего пастыря Савочки Нины мама, которой 83 года. Ниночка, 83? 82. Она живёт в селе. И знаете, что ещё? Это женщина, которая не закончила ни одного класса, то есть у неё практически нет никакого образования. Она живёт в селе. И знаете, что она делает? Она выращивает гарбузы, продаёт гарбузианные семечки. Плюс она, когда сезон, собирает ягоды, продаёт ягоды. Плюс она завела свиноматку, и она рождает поросят. И она и продаёт этих поросят. И знаете, что? Эта женщина, она не просто ей на жизнь хватает, она может помогать ещё своим внукам. А можно было бы сказать, я уже старая, в нашем государстве невозможно, сколько ни работаю, ничего не получится. Ноль, полный тупик. А можно посмотреть на себя и сказать, нет, независимо от того, какое у меня окружение, если я попрошу Бога помощи, Господь мне поможет. Аминь, братья и сёстры. Если я изменюсь, то всё вокруг меня изменится. Я хочу поделиться с вами одним очень важным откровением. Это написано в первое послание Иоанна, первая глава, седьмого по девятый стих. Я когда-то получила это откровение, оно для меня было очень-очень важным. Первая Иоанна, первая глава, седьмого по девятый стих. И здесь написано. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот, знаете, в этом откровении я увидела связь между стихом седьмым, первым и девятым. То есть, братья и сестры, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Послушайте, друзья, если мы говорим, что мы христиане, то для чего мы созданы, братья и сестры? Для общения. Не для уединения, не для того, чтобы уйти куда-то, отгородиться от всех. Мы созданы для общения, чтобы жить с братьями и сестрами, как одна семья. Но знаете, что происходит в таком общении? Выявляются наши недостатки. Выявляются наши слабости. Только в общении с другими людьми я познаю, кто я. На небитаемом острове я себя не познаю. Но когда я общаюсь с другими, знаете, что я вижу? Я бываю раздражительный, болтливый, агрессивный, брехливый. Куча всего бывает. Как я это определяю? Когда я общаюсь с другими людьми? Послушайте, это особенно бывает видно в лагере. Сейчас такая лагерная тема. Я много лет подряд была наставником в лагере. И знаете, что происходит в лагере? Первые два дня дети приезжают, подростки, молодежь, все одинаково. У меня были и маленькие девочки, а были и девушки постарше. Почему-то потом уже просились ко мне все старшие девочки, потому что вот такое вот было мнение, что те, кто побывал у меня в группе, то обязательно удачно выйдут замуж. Знаете, может быть, это было потому, что 90% разговоров и вопросов было на эти темы. Они задавали вопросы, мы об этом молились, мы об этом говорили. Они спрашивали, какой должен быть муж, а какая должна быть жена. И знаете, в результате я вижу, что эти девчонки, они действительно вышли замуж за прекрасных христиан, у них крепкие семьи. Почему? Потому что они не сделали это беспечно, бездумно, они к этому готовились, и поэтому Бог их так благословил. Но тем не менее, разные были группы разного возраста. Но знаете, что было похоже? Первые два дня эйфория. Все в лагерь залетают. И знаете, все вокруг им интересно. Они бегают, они выбирают себе кровать. Они побежали туда, сюда. Они такие все веселые, они на таком энтузиазме. На третий день картина совершенно другая. Знаете, почему? Ну ты уже просто устал быть кем-то. И ты на третий день показываешь свое лицо, кто ты есть истинный. И знаете в чем? А почему в лагере это проявляется? Потому что дома у нас есть вариант убежать. Когда что-то получилось, знаете, что мы делаем? В ракушку закрываемся или убегаем. Все, до свидания, я занят, я побежал, у меня дела. А в лагере куда убежишь? Десять дней, днем и ночью вместе. И вот начинается. Смотришь, на третий день уже кто-то кого-то обидел, а кто-то обиделся. Ты видишь, что кто-то вот такой, а кто-то жертва. Смотришь, уже качается на качеле в одиночестве. У меня депрессия. Все подходите ко мне, все просите у меня прощения, все доказывайте мне, что вы меня любите. Почему? А этого не было в первые дни, а потом проявилось. Братья и сестры, что делать, когда проявляются наши слабости вот в общении с другими людьми? Это может быть на работе, дома, где угодно. Когда это проявляется, смотрите, если ходим во свете, проявляется, кто я есть. Так что нужно делать? Не винить других людей. Не говорить, это ты виноват. Я плачу, потому что ты виноват. Я раздражительный, потому что ты виновата. Я ору, потому что все вокруг виноваты, они меня доводят. Я вру, потому что кто-то виноват. А Бог показывает нам здесь, если исповедуете грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает и очищает. Знаете, для чего этого является во мне? Не для того, чтобы я винил кого-то или что-то, а для того, чтобы я посмотрел честно на себя. Пришел к Богу, сказал, Господь, это во мне проблема. Я прошу Тебя, Господь, прости меня и очисти меня. Я раздражаюсь, потому что это мое раздражение. Я кричу, потому что это я такой. Я всех обижаю, потому что это я такой. Я прошу Тебя, Господь, прости меня и очисти меня. И знаете, что делает Господь, братья и сестры? Прощает и очищает. Господь реально меняет нашу жизнь. только тогда, когда мы вот так подходим, не обвиняя кого-то, а когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, вот я, измени меня. Я вам приведу пример. Братья и сестры, от себя не убежишь. Куда бы ты ни бежал, ты от себя никогда не убежишь. Ты на Луну полетишь, от себя не убежишь. Ты можешь изменить все внешнее, но ты от себя не убежишь. У нас есть знакомая семья, христианская семья. Но, знаете, люди в церкви тоже бывают разные, поверьте. Бывают такие люди, которые куда-то приходят, и мир происходит. Вот те, кто ругались, те, кто были чем-то недовольны друг на друга, они как-то сдруживаются. А бывают люди, это семя раздора. Вот там, где они появляются, наоборот, ситуация сгущается, все не так, все не так. Вот есть такие люди. И вот у нас была такая похожая семья. Они всех винователи. Все люди были не такие. Все против них что-то имели. Они всех вокруг подозревали. И, мало того, еще и просто страна такая. И они уехали в далекую страну. И как в лагере, первые несколько месяцев эйфория. Мы ознакомливаемся. Мы привыкаем. Пошло несколько месяцев. Нам звонят с той далекой страны и говорят, а что это за люди от вас приехали? Они точно так же здесь ругаются. Они всех обвиняют. И все не так. Знаете, и когда я услышала, это я поняла, еще раз убедилась. Ты от себя никуда не убежишь, брат и сестры. Я от себя никуда не убегу. От того, что я внешне что-то изменила, ситуация на самом деле не изменится. Братья и сестры, я хочу сказать вам первое утверждение. Мы говорили, не вини других. Смотри на себя. Попроси у Бога помощи. Искренне попроси у Бога помощи. Мы говорим, если тот изменится или та изменится, моя жизнь изменится. Нет, дорогой друг, моя жизнь изменится, когда я изменюсь. И когда мы именно так думаем, то любая ситуация, любая ситуация, которая не происходила в нашей жизни, мы попросим у Бога помощи, и Господь все изменит. Вы можете сказать Аминь? Мы попросим у Бога помощи, и Господь нам поможет. Почему? Потому что Бог дает нам власть правильно строить свою жизнь вместе с Господом. Второе, о чем я хочу сказать. Второе. Первое решение, мы говорили, не вини других людей. Второе тоже очень важное решение. Почитай тех людей, которые имеют власть благословлять тебя. Почитай тех людей, которые имеют власть тебя благословлять. Давайте мы откроем Бытие, 27 глава. Откроете Бытие, 27. В Библии есть очень много мест, которые говорят о том, как важно благословение. Одно место говорит, благословение на голове праведника. Второе место говорит, если Господь благословит, то я воистину буду благословенным. Много мест. А вот одно из них, как ситуация, знаете, где мы видим, насколько ценно благословение. Давайте мы прочитаем Бытие, 27, с 26 по 38 стих. Прежде скажу предисловие. Есть отец, Исаак. У него есть два сына, Исаав и Иаков. Исаав старший сын, но непутевый. И он любимец отца. Младший сын, Иаков, он любимчик мамы, более тихий, спокойный. И вот отец, он уже составился, и он хочет передать благословение своему старшему сыну-первенцу. У него притупились глаза, и он думает, что он умирает. И он посылает своего старшего сына, за тем, чтобы он пошел на охоту, принес дичь, он покушает и благословит душа его. Но в то время, как брат старший гоняется за дичью, то есть он в командировке, мама, она подговаривает своего младшего сына, чтобы он переоделся в одежду старшего, и пришел, и хитростью взял у отца благословение. И вот мы видим эту историю. Исаак, отец его, сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он не подозревает, что там подстава. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Он не понимает, что это шкуры просто, это не запах сына, это он шкурами обложенный. Да даст тебе Господь от росы небесной и оттука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь Господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Скажите, шикарное благословение. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел к словле своей, вернулся с командировки. «Приготовил и он кушанье, принес отцу своему и сказал отцу своему, встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила тебя душа, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же отец его сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исаак. И вострепетал Исаак великим трепетом и сказал, а кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, и он будет благословен? Исаак выслушал слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопр и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня, и меня тоже благослови. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исаак, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал он, неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исааку, вот я поставил его господином над тобой, всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом, виной, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаак сказал отцу своему, неужели отец мой одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой! И возвысил Исаак голос свой и заплакал. Братья и сестры, я когда читаю, то я понимаю, благословение это не просто слова, это не просто, ну тебя благословил, и того благословил, и туда пошел благословил. Тут написано, отец благословил своего сына родного. И когда пришел второй, он говорит, уже все, я уже это отдал. Как будто бы это, знаете, что-то такое ощутимое, реальное, осязаемое, вот я отдал тебе. Пришел следующий, я говорю, нет, я ему уже отдал. Вот как относились к благословению, как к чему-то очень реальному, его ценили, и как те, которых благословляли, и как те, которые благословляли. Братья и сестры, я когда-то получила для себя очень важное откровение. Для себя. У меня в моей жизни есть три счета, три счета в духовном мире. Это мой Бог, это мой муж, и это мой пастырь. Это три счета над моей головой. Вы скажете, ну, а у меня нету мужа, есть отец, а если нету ни отца, если нету ни мужа, если я сам мужчина. Братья и сестры, у каждого из нас есть Бог и пастырь. Есть пастырь домашней церкви, есть пастырь района, есть пастырь поместной церкви. У нас есть епископ, у нас есть пастыра. И знаете, я получила для себя откровение, это щит над моей головой. Это люди, которые имеют право меня благословлять. И это благословение, оно как щит надо мною. Знаете, если я причиняю неуважение, или оскорбляю, или делаю зло, знаете, что я делаю на самом деле? Я разрушаю щит над моей головой. А если я этих людей благословляю словом или делом, знаете, что я делаю на самом деле? Я укрепляю щит над моей же головой. Над моей же головой. А вы скажете, ну нет, это щит, посмотрите на него, он вообще слабенький. Послушайте, слабенький щит, это тоже щит. Он тоже защищает тебя от того, чтобы раскаленные стрелы лукавого не попадали в тебя. В духовном мире это щит. И для меня благословение, оно очень много значит. Я вам приведу пример. Четыре года назад у нас в нашей семье была нужда. В чем? Вырос наш сын, он собирался жениться, у него не было жилья, и у нас не было особой возможности дать ему это жилье. Но вы знаете, что Бог отвечает на нужды? Он не отвечает на прихоти, но на нужды он отвечает. И вот Бог дал откровение мне, как это приобрести. И я помню, как я поделилась прежде всего со своим мужем. Я сказала, Вадик, скажи мне, ты утверждаешь, ты благословляешь? Он посмотрел и сказал, да, я это благословляю. Знаете, что я сделала с этим планом? Я пришла к моему пастырю и сказала, дорогой пастырь, посмотрите, благословите ли вы меня на это? Он посмотрел и сказал, да, ты знаешь, я благословляю. Но это было не все. Знаете, куда я потом поехала, братья и сестры? К моему папе. Вы скажете, ну так зачем к своему папе ехать? Ты же уже замужем, у тебя есть муж. Братья и сестры, мне было так страшно, я вам честно признаюсь. Это дело было для меня такое объемное, такое грандиозное, что мне так хотелось, чтобы меня чем побольше благословили и те люди, которые умеют власть благословлять мне. Я поехала к моим родителям, посадила их, я выложила перед ними эти планы и мой папа благословил меня. Хотя он на тот момент был еще неверующим человеком. Это сейчас мой папа в церкви, а тогда он был еще неверующим. Но перед Богом это мой отец, понимаете? Но это еще не все, братья и сестры. Знаете, куда я еще поехала? К моему свекру. Я приехала, а для меня мой свекр это мой папа, а моя свекрова это моя мама. У нас прекраснейшие взаимоотношения. Они считают меня дочкой, а я считаю их родителями. Я выложила эти планы перед ними. Они сказали, мы тебя благословляем. И знаете что, братья и сестры? И мы начали делать. Мы начали делать. И через год у моего сына было жилье. Знаете, что для меня благословение? Я хочу, чтобы вы поняли. Что такое для меня благословение? Это для меня открытая дверь. Иди и делай, и Господь будет с тобой. И Господь тебе поможет. Это не значит, что все, тебе сказали, ты сидишь ложа руки, и ситуация меняется. Нет, для меня это открытая дверь. Иди теперь и делай. А Господь будет с тобой, и Он тебя благословит. А если нет, если я показала, а пастря бы сказал, или кто-то, мой муж сказал, или они сказали, нет, 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 это нереально. Знаете, что бы я сделала? Я бы не делала ничего. Я бы ничего не делала. Я помню, как я подходила к пастрю Филиппу. Пастрю, я собираюсь поститься за такую-то нужду, трехдневный пост. Я бы благословляю тебя. Он говорит, нет. Таня, эту ситуацию можно решить так и так. Нет, я тебя не благословляю. Знаете, что делала? Я не постилась. Кто-то должен быть в нашей жизни, кто может нас поправить? Братья и сестры, скажите, кто-то должен быть? Мы кому-то должны дать власть нас поправить. Сказать, нет, так делай, так не делай. Это хорошо, когда в нашей жизни есть такие люди, которых мы уважаем. Никогда не умоляйте своего пастря в домашней церкви, не умоляйте своего пастря района. Это люди, которые умеют власть нас поправить. Сказать, что так можно делать, а так нельзя делать. И знаете, когда мы просим у них благословения, для нас это открытая дверь. Поэтому второе, о чем я хочу сказать тебе, дорогой друг, цени тех людей, которые умеют власть тебя благословить. Для тебя это будет как щит над твоей головой. И знаешь, что дорогой брат и дорогая сестра, цени благословение, ищи его, дорожи им. Это будет для тебя как открытая дверь. Ты будешь идти и делать, и Господь будет с тобою. И твоя ситуация, она изменится к лучшему. Вы можете сказать на это аминь? Аминь. И третье, о чем я хочу сказать, третье. Третье решение. Дорогой друг, не бойся трудностей. Не бойся трудностей. Я говорю, это и для молодых, и для тех, кто постарше. Ведь наша пропасть называется путевка в жизнь. Молодые люди, знаете, те, которые постарше, они уже знают, о чем я говорю, они понимают, они уже в жизни много чего испытали. Молодые люди, вы только в начале вашего пути, и вы еще много чего не испытали. Вы открываете холодильник, и знаете, что он волшебный. Там всегда есть еда, когда вы живете с родителями. Есть скатерть-самобранка, а есть холодильник-самобранец. Вот он реально. Ты открываешь, а там всегда что-то есть. И кто туда это ложит, неизвестно. Каким-то чудом там появляются блюда. А потом смотришь, ты уже становишься старше, тебе приходится обо всем заботиться. В нашей жизни вообще будет очень много трудностей. И мы не можем их избежать всех. Но знаете что? Мы можем научиться правильно реагировать. Мы можем научиться правильно реагировать. Как же правильно реагировать? Ведь, братья и сестры, любая трудность, запомните, пожалуйста, запомните, любая трудность, любое испытание, это экзамен. Большая она или маленькая, это экзамен. Она временна, и Бог никогда не даст сверхмеры. Она временна, и Бог не даст сверхмеры. Я вам приведу пример. Это история с Иовом. Иов. Братья и сестры, это был человек очень богобоязненный и праведный. И вот в один день он все потерял. По Божьему допущению. Бог не желал ему зла, нет, Он желал ему добра. Но Он допустил это в его жизни. Человек потерял абсолютно все. У него было много богатства, у него было много влияния, и в один день он потерял все это. Все, пришли враги, забрали все, увели, увели, разрушили. И знаете, что в этот же день было? Он потерял своих детей. У него было 10 детей, все мальчиков и 3 девочки. Все погибли в один день. И имущество, и дети. Что, как вы думаете, испытывал Иов? Это было ужасно. Ведь он был такой же человек, как мы. Но это был еще не конец испытаниям. Через очень короткое время он потерял здоровье. Полностью. Он был прокаженным от головы до ног. на нем не было ни одного живого места. И он пишет, изливая свою душу, говорит, Боже, эти раны гнаятся на мне. Они лопаются, издают зловоние. Мимо меня все проходят, надо мной смеются. Слушайте, семьи нету, жена, она отвернулась от него. Родные и близкие отвернулись от него. Те, которым делал он добро, отвернулись от него. И знаете, что усугубляет ситуацию? Почему, Боже, ведь я не виноват. Ведь это абсолютно несправедливо. Боже, за что ты допускаешь в моей жизни? Он сидит и просит себе смерти. Говорит, Боже, дам мне смерть. Она будет такая, сейчас как подруга для меня. Дам мне избавление. Дам мне смерть. Он говорит, днем эти ужасы мучают меня снаружи, а ночью кошмары меня терзают, и я спать не могу. Вы представляете, в каких тисках он оказался, какая была ситуация. Душа болит, тело болит, все ужасно. Мы когда читаем Иова, нам так как бы хочется сказать, Иов, потерпи, друг, потерпи, ты же знаешь, ты даже не подозреваешь, что Бог тебе приготовил в конце, Иов, потерпи еще немножко. Братья и сестры, а он не знает. Это мы знаем, что ждало его в конце, а он не знает. Он думает, что конец его жизни. Знаете, на что была похожа тогда жизнь Иова? Он смотрит на себя и говорит, нет, слишком поздно. Что-то можно разве изменить? Это слишком поздно. На мне нету живого места, это слишком поздно. Я все потерял, слишком поздно. Знаете, у нас бывает болеть что-то одно, и нам так больно, что кажется невыносимо. А у него болело все, все, абсолютно все. И нам кажется, нет, уже это вылечить невозможно. Знаете, вылечить может быть и невозможно, но Господь, Он сильный от этого нас избавить. И вот представьте, такой ситуации, когда оказался Иов, вот его реакция на эту боль страшную. Покажите, пожалуйста, Иова, первая глава, двадцатый стих. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился. И сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, на-ки возвращусь». Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Братья и сестры, это Он сказал не тогда, когда Он кошелек потерял. Это не тогда, когда у него что-то украли, просто что-то украли. Это человек, который потерял абсолютно все. Ничего не осталось вообще. Ничего не осталось. Этот человек упал перед Богом и говорит, «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Группа прославления, пройдите, пожалуйста. Знаете, что я поняла, братья и сестры? Я размышляла над этим. Он пал и поклонился. Он пал и поклонился. Что такое поклонение? Мы привыкли связывать это слово, знаете, с пением. Вот это такая часть служения, где мы поем, это поклонение. Но я думаю, что в случае с Иовом, да, такая часть очень важна, но это только часть. А знаете, суть поклонения? В чем суть поклонения, если мы смотрим на Иова? Это что бы ты ни проходил в своей жизни, что бы ты ни потерял, даже если ты потеряешь абсолютно все. Даже если у тебя сейчас пик несправедливости, непонимания, когда тебе кажется, что все вокруг тебя против тебя и все так несправедливо, а ты соглашаешься. Ты говоришь, Господь, а ты все равно прав. И твоя воля все равно лучше, чем моя. И твое мнение лучше, чем мое. Я соглашаюсь с тобой, Боже, ты имеешь право делать в моей жизни все, что ты хочешь. Ты имеешь право. Ты Бог. Это была не просто песня. Это было согласие с тем, что Бог, Он Бог и делает, что хочет. Я знаю только одно. Наш Бог благой. Он не хочет нам зла. Иов это пережил. И он в результате, первое, познал Бога, приблизился к Нему. И второе, он получил великое воздаяние. Пройдя это, он получил в два раза больше всего, что имел. И знаете, что он еще сделал? У него родилось 10 детей, 7 мальчиков и 3 девочки. Он думал, что его жизнь уже закончена. Все. Вот с этими страданиями я уйду в могилу. А знаете что? А он еще жил много-много лет. Родил 7 девочек. 7 мальчиков, 3 девочки. Эти девочки были такими красавицами. Написано, на Востоке не было таких прекрасных женщин. Знаете, что сделали? Друзья пришли. И родственники. Написано, плакать. Поддерживать его. Когда уже он имеет все, они пришли плакать о нем. А когда ничего не имел, ему было больно, никто не плакал. Все обвиняли его. Для чего, Иов, ты это испытал? А знаете, для чего, братья и сестры? Чтобы сегодня нас поддерживать. И когда нам тяжело, когда нам плохо, мы можем посмотреть на этого человека и сказать, Господи, он это пережил. С Божьей помощью я переживу. Дорогой друг, самая правильная реакция в твоей жизни и в моей жизни на любое обстоятельство жизни, на все. Первая реакция. Знаете, какая пусть будет? Давайте мы пойдем перед Богом и поклонимся. И скажем, Господь, ты дал, Господь, и ты можешь все взять. Да будет имя твое благословенное. Что бы ты ни потерял, может быть, ты потеряешь все. Это будет на период, чтобы тебя испытать. Пади и поклонись перед Богом и скажи, Господь, я тебе поклоняюсь, я с тобой соглашаюсь, я тебя благословляю, я тебя за все благодарю. Послушайте, братья и сестры, запомните, такой человек, он никогда не погибнет. Такой человек никогда не будет постыжен. Такой человек никогда не будет уничтожен. Никогда. Он может пошатнуться, но Господь поддержит его. Такой человек никогда не будет поражен. Да, может быть, он что-то испытает, но он одержит победу. Почему? Господь даст ему силу. И Господь даст ему великое, великое воздаяние. Он познает Бога, и он получит великое воздаяние от Бога. Давайте мы сейчас поднимемся. И самое главное, братья и сестра, когда я говорю в любой ситуации поклоняйся Богу, я не имею в виду дождись центрального служения, чтобы здесь вместе спеть со всей церковью. Я говорю, там, где ты есть, поди пред Богом, дома, или там, где тебя застала эта боль, в своем сердце, склонись пред Богом. Вот там, где это произошло, склонись пред Богом. Может быть, тебе сейчас тяжело и больно, и ты говоришь, за что я буду Бога славить? Мы должны поклоняться Богу не тогда, когда мы чувствуем или не чувствуем. Он Бог всегда. И Он достойный славы всегда. И когда я Ему поклоняюсь, я говорю, Господи, я перед Тобой склоняюсь, Бог говорит, вау, вот мой сын, вот моя дочка. Он хвалился Иовом. Он говорил, небеса, посмотрите на этого сына моего. Посмотрите, как Он ведет себя в такой боли. Он все потерял, Он славит меня. Ему не было, Богу не было стыдно за Его. Дорогой друг, когда ты будешь поклоняться своему Господу в любых обстоятельствах жизни, знай, ты никогда не будешь поражен. Ты испытаешь, познаешь Бога, ты выйдешь победителем, и Господь дарует тебе великое-великое воздаяние. Знаете, за что я хотела бы мы? Чтобы мы могли сейчас в этом поклонении поклониться Богу всей душой, всем сердцем. Дорогой друг, я сделаю выводом, будем поклоняться. Первое, не вини других людей. Не вини других людей свою судьбу. Не вини, иначе ты будешь всю жизнь как потерпевший. Всю жизнь как потерпевший. Знай, Бог дал тебе власть принимать правильные решения и жить благословенно жизнью. Бог дал тебе эту власть. И никто не должен помешать тебе, не отдавать эту власть никому. Ты имеешь от Бога всю власть. Второй, дорогой друг, благословляй и словом и делом тех людей, которые умеют власть тебя благословить. Это будет щит на твоей голову и цени благословение. Оно открытое дверь для тебя. И самое главное, научись. Первая твоя реакция на все это поклонение Богу. Поклонение Богу. Поклонение Богу. Давайте мы сейчас перед Ним поклонимся. Если у тебя есть боль или нужда, признай, что Бог благой, милосердный. Он никогда тебя не бросит и не покинет. Он никогда тебя не оставит и не предаст. Он не забыл о тебе. Он не забыл. Если бы ты знал то великое воздаяние, которое тебя ожидает. Поклонись Господу. Мы поклоняемся Тебе. Жаждем Тебя, наш Бог. О, Иисус, Жаждем Тебя, наш Бог. Жаждем Тебя, наш Бог. Иисус, Сын и сердца, и мечты. Все, что во мне возник, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, Ты будь, Ты истинна, Ты жизнь меня активно сотворит. Буду Тебя хвалить. Теперь известны все пути, и сердца, и мечты. Все, что во мне возник, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Ты так нужен мне, Бог, Ты так нужен мне. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. 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 Ты всемогущий Бог. Мы благодарим всем Тебе, Иисус. Святый, святый, святый Твой Иисус. Святый, святый, святый Бог. Ты святый, ты велик, ты чуд, ты прекрасный Бог. Святый, 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 святый Бог. Ты всемогущий, ты все сильный, ты святый. О, Иисус, мы признаем Твою величие, Твою славу, Твою силу. О, ты святой, ты святой Бог. Святый, 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 святый Бог. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Иисус, мы признаем Тебе, поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Ох, ты так нужен мне Иисус, ты так нужен мне Ты так нужен мне Ты так нужен, Иисус Святый Бог Святый, святый Святый, святый Мы восторгаемся Твоей любовью Мы восхищаемся Твоей любовью Иисус, твоей милостью к нам Ты святый Боже наш Ты великий Бог Святый, святый Во все дни, во все века Святый, святый Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе О, Иисус, ты так нужен нам О, ты так нужен мне Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе О, Иисус Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе Ты царь, ты Бог, ты Владыка Ты тот, который каждому из нас дал жизнь, Господь Ты дал нам жизнь Ты захотел, чтобы мы жили, Господь И ты эту жизнь поддерживаешь Ты не отнимаешь ее у нас Ты хочешь, чтобы мы могли жить перед Твоим лицом Господь, от Тебя зависит вся наша жизнь Мы это осознаем От Тебя зависит вся наша жизнь Если Ты благословишь нас Мы будем благословенными людьми Господи, мы это осознаем Ты есть жизнь наша Господь, Ты есть свет наш Ты есть истина Мы Тебя за все благодарим Может быть, мы чего-то не понимаем Но мы Тебя благодарим, Господь Сегодня прими наше поклонение Мы соглашаемся с Тобою Твоя воля блага угодна и совершенна Ты никогда не замедлишь, Спаситель Никогда не замедлишь Господь, Ты сегодня наши чувства и сердца Делаешь плотяными, мягкими Господи, чтобы мы не упорствовали Спаситель, чтобы мы не были как лошак несмысленный Который противится, скачет Господь Мы перед Тобой успокаиваемся Господь, мы перед Тобою преклоняемся Ты, Бог, делай, что хочешь в жизни нашей Пусть не так, как я хочу, но так, как Ты Пусть не так, как мы хотим, но так, как Ты Веди нас своими путями, Господь Делай в нашей жизни все, что Ты захочешь, Господь Мы знаем, Ты благой Ты нам зла не желаешь Если Ты что-то допускаешь в нашей жизни, то Ты это потом обратишь во благо Мы в это верим, Господь Все эти нужды, которые здесь написаны, мы в поклонении приходим И с благодарностью, Господь Да будет Твоя святая воля Что Ты хочешь делать, Господь, делай А нам дай, Господь, мудрости и благодати, Господь Всегда, во всякое время славить Тебя Преклоняться перед Тобой, чтить Твое имя Пусть Твоя церковь входит в богобоязненности Господь, дай каждому из нас сердце, которое чтит своего Господа Мы благословляем наше окружение, наших родных и близких Мы благословляем тех людей, которые имеют власть над нами, благословить нас Мы их сегодня благословляем Укрепи щит над нашей головой, Спаситель И мы Тебя благодарим за то, что Ты не оставляешь нас и никогда не оставишь Господь, благодарим Тебя за Твою великую благодать За Твою великую помощь За тот великий мир, который Ты нам даешь Мы благодарим Тебя, Господи Знаете, на этом месте есть человек, который по натуре своей любит противиться Он из-за этого очень сильно страдает Везде страдает, в семье страдает, с людьми страдает Господь говорит, отдай мне сегодня право управлять Твоей жизнью Отдай мне в руки Не пытайся все проконтролировать и сделать так, как Ты хочешь Если бы Ты знал, какой мир в Твоем сердце поселится Когда Ты дашь право управлять Свою жизнью Мне говорит, Господь, Ты будешь блаженным человеком Ты будешь пребывать в Божьем мире Господь дает эту благодать Вам сегодня Примите ее Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые пришли к нам в первый раз Возможно, Вы уже неоднократно в церкви, но Вы еще никогда не выходили вперед для молитвы покаяния Может быть, Вы были с Господом, но Вы отступили Сегодня время, когда Вы можете вернуться к Богу Бог очень сильно любит Вас, и Он не забыл о Вас Он не судит Вас, Он хочет Вам помочь Я прошу Вас, пожалуйста, пройдите сюда вперед Мы свершим за Вас молитву Если Вы на балконе спуститесь Братья и сестры, которые привели этих людей Помогите им выйти вперед Я прошу Вас, пожалуйста Придите к Господу Он есть жизнь Ваша Послушай Бог есть щит Без Бога человек беззащитный Какой бы он ни был крутой по меркам этого мира Он без Бога абсолютно беззащитный в духовной сфере Прошу Вас, пожалуйста Дьявол не боится людей Он не боится людей вообще Он боится только Иисуса Христа и Его имени Я защищен в одном случае, если внутри меня есть Иисус Христос Тот, кто во мне, он больше того, кто в мире Иисус во мне больше дьявола в этом мире Без Иисуса Христа Я абсолютно беззащитный человек Как бы я ни пыжился, чтобы я не думал о себе Чтобы другие не думали обо мне Я абсолютно беззащитный человек Только Иисус Христос Есть мой щит Только Иисус Только Иисус Христос Тебе нужен Иисус Христос Не полагайся на себя Не полагайся на свои силы Живи с Богом Возвратись к Нему Приди к Нему Иисус Христос пришел в этот мир Не судить этот мир Но чтобы спасти людей Он как никто видел, какие эти люди грешны Вы что думаете, Иисус Пришел на эту землю в розовых очках? Ой, смотри, какой миленький Смотри, какой миленький Иисус видел все насквозь Он видел меня насквозь И видит сейчас насквозь Он знал, кого Он выбрал полюбить Он выбрал меня полюбить Когда я была еще во грехах И Его не любила Я делала зло Мне сегодня стыдно вспоминать, как я жила Но знаете что? Иисус полюбил меня Избрал меня Призвал меня И Он меняет, преображает мою жизнь Вы меня слышите? Иисус знает, кто мы И Он любит нас Он хочет прощать нас Если вы еще не успели пройти Сделайте это, пожалуйста Знаете? Да, проходите сюда, пожалуйста Я была в лагере И у нас там была скиния И я стояла на месте Где исполнялись люди Святым Духом И вот ко мне подходили люди И я и спрашивала А ты хочешь исполниться Духом Святым? Были люди, которые говорили Да, я хочу исполниться Святым Духом И знаете, мы брались за руки Илья Ложила на них руки И говорит, давай будем молиться И мы исполнялись Святым Духом Приходила такая благодать Но было несколько человек Они ко мне подходили Говорят, ты хочешь исполниться Святым Духом? Нет Скажите, что я могу дать человеку Который говорит нет? Что может Бог дать человеку Который говорит нет? Что может Бог ему дать? Скажите, пожалуйста Ну нет, проходите дальше И знаете, что я увидела? Все зависит от моего решения Все от моего решения Я могу Богу сказать Приди А я могу от Бога отгородиться Таким забором А он выламывать не будет Он не будет разбивать забор Это дьявол Он приходит украсть, убить и погубить Он вламывается в жизнь людей И не спрашивает Хочет человек этого или нет Он вламывается и разрушает Но Бог Он ждет, когда мы его впустим И впустим добровольно И когда мы говорим ему Господь, приди, вот я Я открываю свое сердце перед тобой Он приходит И какой бы ты ни был грешен Он очищает И он меняет и преображает жизнь твою И он будет делать так всегда Давайте мы будем добровольно Открывать перед ним двери Я вас прошу, дорогие Свершите вместе со мной эту молитву Это будет, казалось бы, простая молитва Но знаете, это будет молитва вашего сердца И ее услышит Бог Скажите ее искренне Закройте глаза, чтобы не смущаться Я вам помогу молиться Повторите эти слова Господь Отец Я осознаю, что я грешный человек Прости мне мои грехи, Господь Войди в мое сердце, Иисус Очисти мое сердце Живи в моем сердце, Иисус Я верю, ты умер за меня На кресте Ты понес мои грехи И воскрес для моего оправдания Я исповедую тебя, Иисус Моим Господом И моим Спасителем И я благодарю тебя Что ты принял меня Во имя Иисуса Аминь Церковь, прострем руки Помолимся за них Господь, мы благословляем этих людей Они очень дороги для тебя Пусть они сегодня родятся свыше Пусть их жизнь изменится Преобразится, Господи Разрушь всякую власть греха в их жизни Пусть всякая зависимость Она падет Во имя Иисуса Христа Пусть всякое зло от них отступит Во имя Иисуса Дьявола Убирайся от них прочь Во имя Иисуса Христа Мы призываем Божью благодать И Божье благословение на них Сохрани их жизнь И сохрани их души Для вечности Спаси их семьи, Господь Мы сегодня этих людей благословляем И мы провозглашаем Они Божьи дети И они в Божьей руке Храни их, Господь Во имя Иисуса Христа Аминь Дорогие, мы вас поздравляем Вы можете посещать любую церковь Где вам будет хорошо Вы вправе выбрать любую Но если вы будете с нами И мы будем помогать вам Следовать за Богом Сейчас к вам подадут служители С вами познакомятся Вручат вам Евангелие Дорогие, не уйдите Пока с вами не познакомились Да благословит вас Господь Присядьте еще ненадолго, дорогая церковь Так, мы можем присесться Еще на короткий час И перед нами будет еще оголошение Еще певні іншие дії Хотел бы сказать в первую очередь Что сегодня Пастор Микола Савчук Служит в Калиньевце Там проводит служение Проповеды Тому давайте мы тричьи скажем Благословляю 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 Також в цю суботу Будет прекрасна свящая надія Благословляю 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 А где я могу Благословляю А где мне можно служить Я хочу быть в церкви И знаете В ци моменты Мы переживали Неймоверное счастье А сейчас Будет ролик Де вы сможете Побачить своими очами, что же происходило в нашем таборе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok чтобы ты давал твоё понимание, давал твою силу и славу, и самое главное, чтобы эти дети, Боже мой, чтобы они после этого табора минимум на один крок стали ближе до тебя, стали больше познавать тебя, и чтобы это слово, оно оседало в их сердцах, и через буквально роки приносило уже плит 30, 60 и 100 крат. Мы их благословляем в имя Иисуса Христа. Давайте три еще благословим их. Благословляем, благословляем, благословляем.